Одновременно преимуществом и недостатком английского является то, что одну и ту же мысль можно выразить множеством разных способов. Кстати, это относится в принципе к любому языку. Поэтому, чтобы понимать носители и самому звучать интереснее, нужно расширять свой словарный запас, чем мы с вами сегодня и займемся. Разберем 10 выражений, при помощи которых вы можете предложить другому человеку что-то сделать вместе, минуя уже привычный буджи-лайк. Меня зовут Кристина Бьерн, вы на канале EnglishSpot и приятного просмотра! Итак, первая фраза. Эту фразу вы вряд ли найдете в учебнике, однако она постоянно используется в разговорном английском. Мы по-русски часто говорим, может нам сделать что-то? По-английски эта фраза звучит как Может нам сходить куда-нибудь? Идем дальше. Почему бы нам не? К сожалению, носители так никогда не произносят эту фразу. Они говорят Почему бы нам не сходить в кино? Еще одна фраза, которую редко упоминают в учебниках. Что скажешь, если мы? Что скажешь, если мы поедем куда-нибудь есть мороженое? В британском английском, когда мы предлагаем собеседнику что-то сделать вместе, нужно использовать модальный глагол shall А в американском английском вместо shall чаще используют should Опять же, это не значит, что shall не используется никогда. Но когда я попросила Калин выбрать, чтобы ты сама сказала shall we have dinner или should we have dinner Она выбрала второй вариант. Итак, поужинаем А что если нам? Что если нам передохнуть? Также можно просто напрямую спросить человека, хочет он чем-то заняться или нет. Для этого есть отличная идиома feel like и затем глагол с окончанием ing И в нашем случае это будет вопросительное предложение. Допустим, хочешь ли ты потанцевать? Do you wanna это самый неформальный способ? И, кстати, здесь есть еще один важный момент. Как-то я вам уже рассказывала про те случаи, когда носители опускают различные служебные слова, чтобы говорить быстрее и не тратить на них время. Так вот, начало вопроса, которое вы сейчас видите перед собой, можно сократить вдвое. Полноценная версия будет звучать так. К примеру, возьмем такое предложение Хочешь перекусить? Do you wanna grab a bite? Do you wanna grab a bite? Do можно убрать? И я бы сказала, что этот вопрос чаще всего звучит без do. И звучать это будет так. Do you wanna grab a bite? Do you wanna grab a bite? Но и местоимение you тоже можно опустить. Wanna grab a bite? Wanna grab a bite? И на всякий случай напоминаю, что wanna это такое сокращение от want to. Просто носители, когда быстро произносят want to, у них получается wanna. Можно поинтересоваться у собеседника в настроении ли он чем-то заняться. Например, ты в настроении поесть пиццу? Are you in the mood for some pizza? Are you in the mood for the beach? Выражение to be up for something означает, что ты одновременно и хочешь, и готов чем-то заняться. Например, можно спросить, ты готов куда-нибудь пойти, хорошо провести время? Are you up for some fun? Are you up for some fun? И возвращаясь к вопросу про эллипсис, в данном случае мы опять же можем опустить вспомогательный глагол. You up for some fun? Judy, you up for some coffee? И вообще, в последних четырех фразах, которые мы с вами обсудили, вспомогательные глаголы, будь то do или are, можно опустить. Итак, друзья, это были 10 вопросов, при помощи которых можно предложить другому человеку что-то сделать вместе. Пожалуйста, напишите в комментариях, какой вопрос вам больше всего понравился, или добавьте свой. Также напоминаю, что я завела страницу на Патреоне, и теперь туда выкладываю тексты к видео. И презентация к этому видео будет доступна в PDF-формате. Так что, если вы хотите повторить материал к этому уроку через какое-то время, то добро пожаловать на мой Патреон. Также большое спасибо всем тем, кто уже подписался на меня на Патреоне. И, друзья, если у вас есть какие-то вопросы по английскому, пожалуйста, пишите мне там в сообщениях. И я постараюсь снять видео на эту тему. Итак, по традиции я советую вам отработать полученные знания с носителями на Кэмбли, ссылка в описании. И желаю вам успехов в изучении английского. И, друзья, до скорых встреч. Пока-пока!